БМВ за селфи. Так звучит лозунг конкурса Мисс Виртуальная Якутия. Одно из самых популярных состязаний красавиц в республике проводится уже в 17-й раз. Если раньше королеву красоты выбирали только в Якутии, то на этот раз конкурс стал всероссийским. Поучаствовать решили красавицы из Мирненского района. Анна Винокурова продолжит. Мисс Виртуальная Якутия – второй по значимости конкурс красоты после Мисс Якутия. Вот уже на протяжении 17 лет виртуалка собирает самых красивых девушек со всей республики. В этом году правила конкурса изменились. Мисс Виртуальная Якутия расширила свои масштабы до всероссийского уровня. Победительница МВА-2016 будет представлять республику на конкурсе «Мисс Виртуальная Россия». Это большой шаг. У нас полностью имеют условия участия. Теперь, чтобы подать заявку, девочке можно всего лишь поставить в социальные сети по своей фотографии фаштег «МВА-2016» на офтеке. Отборочный этап конкурса уже начался. В борьбу за корону подключились и мирненские красавицы. Свои заявки подали около 20 жительниц Алмазного края. Я не знала вообще, что я в этом конкурсе участвую. Моя подруга меня туда зарегистрировала. И только через некоторое время я увидела, ну, у меня подруга скидывает ссылку, говорит, вот, ты прошла, ну, как первый этап. Вот. И я стала участницей этого конкурса. Заявки на участие еще можно подать до 25 октября в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Финал конкурса пройдет в марте 2017 года в Санкт-Петербурге. Мисс Виртуальная Якутия, пожалуй, самый демократичный конкурс красоты. Ведь обладательницей короны можно стать нажатием одной кнопки и выиграть BMW за селфи. Анна Винокурова, Олеся Васева, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».